Друзья, я всех рад приветствовать. Находимся на Радмире Криминальная Россия, сервер номер один. Мы продолжаем выживать в зомби-апокалипсис. В прошлый раз мы с вами потеряли одного из наших лучших друзей. Его укусил зомби. Кто не смотрел эту сервер, обязательно посмотрите. Он пожертвовал собой, но в итоге мы нашли архивный документ, который позволяет нам узнать, где находится на сегодняшний день антивирус от всей этой заразы. Если мы найдем затонувший корабль Виверна сегодня, то мы, по сути, можем спасти целый мир, потому что именно на этом корабле должно находиться то самое лекарство от зомби-апокалипсиса. И в первую очередь вы можете подумать, я хочу спасти мир. Нет, ни в коем случае. Я хочу в первую очередь спасти босса. Больше всего именно для этого я ищу этот корабль, ищу эту вакцину, потому что для меня на сегодняшний день именно этот человек важнее, чем весь, наверное, гребаный мир. Потому что это настоящий друг, и вчера мы тоже могли, по идее, воспользоваться такой же ситуацией, закинуть его сюда. Мы хотели, но не успели, к сожалению, друзья. Обязательно посмотрите, кто не смотрел прошлую серию, но, боссик, я понимаю, тебе плохо здесь лежать, но, да, я слышу, возможно, он что-то понимает, возможно, нет, друзья. Но мы постараемся, я постараюсь сделать все, что возможно. Если мы не найдем корабль, и мы не найдем антивируса, то, конечно же, я вынужден буду взять вот так вот и выпустить очередь в голову. Потому что он сейчас в любом случае мучится, вы это должны понимать. Сейчас же мы, учитывая, что мы узнали всю информацию, да, учитывая, что мы увидели вот эту вот карту, которая нам позволит найти место, предполагаемое место крушения, то мы можем всю эту информацию озвучить, и я думаю, что даже нас двоих достаточно будет с Дедом Артом, мы отправимся на поиски корабля, поскольку там, в море, да, нет вообще ни одного зомби. Поскольку они просто-напросто не приспособлены к воде, и, попадая в воду, умирают, они туда даже не суются. Итак, вчера с Дедом Артом мы обнаружили архивные документы. На них была информация о местоположении корабля с вакциной от этой всей заразы. Мы отправимся сегодня с Дедом Артом в путешествие на поиски этой вакцины. По архивным документам затонул корабль совсем рядышком, рядышком даже с Южным, то есть недалеко от нашего дома, как обычно, мир спасать. Не мир, Шакро, не мир, а босса спасать. Дед Арт, ты готов? Конечно. Конечно, тогда выдвигаемся прямо сейчас. Когда-то мы отправлялись на поиски затерянного города. На свою голову, если бы я знал, к чему это приведет. Поскольку весь мир, по сути, заразился только лишь потому, что мы нашли координаты этого города. Думали, что там золотишко, думали, сейчас мы разбогатеем. Мы разбогатели, да, по идее можно посчитать, что мы разбогатели. Ведь все окружение, которое вы видите, да, все города, ну, действительно стали наши. Мы когда-то об этом мечтали. Только мы мечтали, чтобы эти города стали нашими, когда здесь будут жить люди. А не то, что все будет пустым. На хрена нам заводы, здания и все остальное, когда нет вообще ни единой души на улицах. Я считаю это неправильным. Именно поэтому мы будем эти души возвращать, да, изначально. А уже после, впоследствии, разумеется, вновь захватывать территорию. Кстати говоря, нужно будет продумать план, почитать, что там у правительства. Мы нашли книгу по возрождению всего вообще мира, да, как это будет происходить. Мы это тоже прочитаем. Ну и, разумеется, можно будет сразу себе приобахать какой-нибудь хороший бизнес. Да, потому что люди будут возвращаться в случае, если это случится. И надо будет к этому тоже подготавливаться. Когда-то мы мечтали там о каком-то бизнесе, о какой-то заправке, о казино, допустим, в Южном. А какой смысл сейчас это казино? Сколько стоит сейчас это казино, в котором можем играть только мы, вон, с Дедом Артом, допустим? Это бессмысленно. Аэропорты. Все пустует абсолютно. Ничего не летает. Ничего не плавает. Железнодорожные пути абсолютно пустые, друзья. Вот они, пустые улицы. Вот он, зомби-апокалипсис. Думали, будет весело зомби-апокалипсис? Да нет, на самом деле. Ни хрена веселого нету. Может быть, вначале немножко там, да, пострелять. Какие события. А все, потом это просто скучно. Сейчас это реально скучно. И будет здорово, если у нас получится все, так сказать, на круги свое вернуть. Весело только вот этим вот людям слева. Им уж веселее явно, чем нам сейчас здесь. Так, мы, друзья, приближаемся как раз к пирсу. Вот отсюда. И нужно будет отплывать. Будем судить исключительно по карте, да. Здесь должны быть и лодочки стоять какие-нибудь. Но, по идее, самым первым вариантом правильным было сматываться именно на лодке. Да, когда произошло заболевание, заражение, все это дело. Он еще плавает? Откуда? Огромный лайнер. Сюда подплыл. Извините, это эвакуация или что? Ты посмотри, Детарт. Он плавает. Там люди живые. Привет, человек? О, боже мой. Даже там? Какого черта? А кто управляет? Он же пришвартовался. На нем мы точно никуда отправляться не будем. Она в воду, по-моему, да, упала? Если в воду, это хорошо. Скорее всего, на палубу. Ладно, Детарт. Где лодки должны быть здесь? Там слева, под кораблем. Идем. Нам нужна будет лодка. Аппаратуру, я надеюсь, ты всю подготовил. Потому что нам придется, друзья, нырять. Поскольку глубины там невероятных масштабов. И чтобы найти все это дело, разумеется, придется нырять очень и очень глубоко. Я надеюсь, что нам этот лайнер не помешает. Так, вижу лодочки. Лодочек много. Берем. Там за штурвалом-то человек, наверное. Или тоже зомбарь. Этого я не знаю. Я знаю единственно и понимаю, что, скорее всего, тот, кто сейчас за штурвалом, он тоже заражен. Так, аккуратно. Смотри, чтобы не раздавило тебя. Детарт, дай я к тебе прыгну. Опа. Отправляемся, друзья. На маленькой лодочке. Потому что реально плыть, по сути, не так далеко. Давай сначала к аэропорту. Левее бери. И погодка, конечно, тоже, друзья, выдалась не очень хорошая. Если бы, конечно, солнышко светило, было бы намного лучше. Но, к сожалению... Но сейчас не в погоде даже дело. А в том, чтобы найти это место. Все, виднеется еще лайнер. Пропал. Пропал. Теперь уже и берега даже не видно. Ну, погода плохая. Ладно. Будем, друзья, плыть. Надеюсь, у нас все получится с Дедом Артом. Ну что, друзья, пока Дед Арт плывет, я уже не стал терять времени. Одел баллоны кислородные. Очки, маску, по идее, я уже готов к погружению. У нас реально есть координаты. Да, есть конкретно точка, где затонут корабль. По идее, проблем никаких быть не должно. Так, судя по карте, где-то здесь. Ммм, Дед Арт, ты уверен? Потому что, блин, волны, конечно, огромные. Нам нужно было взять, учитывая, куда мы поплыли, что-нибудь побольше на самом деле. Но, в принципе, главное, что держимся на воде. Вроде бы ничего, честно говоря, не видать. Если ты говоришь... Дед Арт, я готов попробовать нырнуть. Но если ты говоришь... Ведь все-таки это ты нашел эту карту. Поэтому тебе стоит доверять. Я тогда попробую нырнуть. А твоя задача, Дед Арт, следи, пожалуйста, за датчиком. И будь, если что, надо мной. Так, я тебе не рассказал, как вакцина выглядит. А ты еще и знаешь, как она выглядит? Что же ты, блин, молчал, старый? Как? Честно говоря, я уже сам не помню, откуда я это знаю. Но она будет выглядеть в виде дымовых шашек. Там типа какое-то вещество. При попадании в легкие он убивает этот вирус. То есть получается, что антивирус выглядит в виде дымовых шашек. Которые распыляются и воздействуют на органы дыхания. И попадая в легкие нейтрализуют вирус. Ну, в общем, слишком сложная для меня химия. Я понял тебя. Ладно, спасибо. Я постараюсь что-нибудь найти. Вообще изначально нам нужно найти как минимум корабль. Все, следи за мной. А я погружаюсь в воду. Поехали, господа. Итак, кораблик. Ни черта не видно. Погода очень плохая. Но, так, черепашка. Черепашка-ниндзя нам не нужен. Нам нужен корабль сейчас. Погружаемся поглубже. На самом деле, нет, сейчас все видно. Сейчас все видно на просторах. Тут нет корабля. Где Тарт? По-моему, ты, блин, ошибся. Ни хрена здесь нету на самом деле. Ладно, у нас есть радиус. Понятное дело, что это не прям точка в точку, да? Поэтому мы сейчас просто, друзья, будем плавать. Смотреть на мир. Кстати говоря, как же здесь скучно. Просто ровное дно. Смотреть на вот этот весь мир. И искать хотя бы какую-то зацепку. За такое время, ну, 30 лет, в принципе, немного. Потому что корабли, мне кажется, на дне могут лежать веками просто. Не то, что 30 лет. Поэтому я думаю, что... Хотя могли бы достать, допустим, те же люди, которые, допустим, ищут металл, да? На продажу. Такое тоже может быть. Поэтому стоит это тоже учитывать. Возможно, его уже расхитили весь. Если мы здесь в этом радиусе ничего не найдем, то можно просто-напросто забыть про все, что мы планировали. Тут пустотища. Детар, тут просто ровная поверхность. Мне даже, честно говоря, интересно, сколько здесь составляет глубина. Потому что смотрите, чем я ниже опускаюсь, тем становится темнее. Так, я вижу какую-то впереди растительность. Везде пустыня. Точно так же, как в пустыне, реально. Только эта пустыня покрыта водой морской. Вижу какую-то растительность, плыву туда. Там какой-то еще поверхностный слой песка. Они немножко различаются. И какие-то... Опа! Да там целые скалы. Ничего себе. Вот это интересненько. Так, я надеюсь, это за мной, Детарт. Ты плывешь, меня только не бросай. Где лодка? А, во, вижу. Детарт молодец. Контролирует. Все, плывем тогда в это место. Так, я вижу какую-то деталь. Вижу деталь, похожую на контейнер. Начинает, друзья, все проявляться. Учитывайте, что очень плохая видимость, туман. Ну, хотя, учитывая, что это видимость лучше, чем в реке какой-нибудь, да? О, боже мой. Корабль. Детарт, ты был прав. Это почти верная точка. По крайней мере, в этом радиусе. Вот почему растительность здесь, друзья. После того, как корабль сюда попал, здесь и начала возрождаться какая-то растительность. Здесь, скорее всего, поселились рыбы, я так понимаю. Именно поэтому мы сейчас все это и с вами видим. Я нашел корабль. Детарт, я в это не верю, но корабль прямо перед нами. Остается только лишь доплыть до него и найти то, что нам необходимо. Я уверен, что это он в совпадении быть не может. Именно эта точка, именно сейчас мы на нее приехали. И именно этот корабль мы с вами и нашли. Разбросало точно так же контейнеры. Я очень надеюсь, что, я так по всей видимости понимаю, он не только этот вирус разносил. Да ладно, мы сейчас подплывем, друзья. Посмотрим, что вообще есть на этом корабле. Может быть, есть что-нибудь интересненькое еще. Хотя нас сейчас интересует исключительно лишь только вакцина. Так, я вижу какой-то, по-моему, мусор. Хотя все, что здесь было, даже если было ценное, да, что-нибудь в этих контейнерах, то я так понимаю, что все это наверняка превратилось просто в сплошной мусор. Попробуем сейчас нануть на дно. Видно ли там будет все или нет нам, не знаю. Но, по крайней мере, нужно будет хотя бы осмотреться здесь, понять, что здесь находится. Кислорода у нас много, в принципе, поэтому можно не беспокоиться. Мусор, друзья. Даже то, что вывалилось из контейнера, даже отсюда вижу. Смотрите, коробки какие-то. Так, но, по-моему, не в коробках же обычных картонных перевозился этот вирус. Хотя все возможно. Давайте посмотрим. По крайней мере, это, скорее всего, товар какой-то. Вот какие-то железяки. Я вижу. Какой-то металлолом, на самом деле. Здесь уже темно. Так, контейнер. Сейчас попробуем заплыть. Посмотреть. Потому что наверняка в каком-то из этих контейнеров и находится тот самый вирус. Ой, здесь бы не запутаться. Так, пожалуй, поплывем отсюда. Один. Вот надо было еще кого-то звать, скорее всего, с собой. Чтобы нырять. Да, поскольку одному небезопасно. Где-нибудь запутаешься. Так, я вижу ящики. Это уже более похоже бочки. Не хочу. Больше никогда в жизни с одна не подниму бочку. Я помню, чем это все закончилось. Как раз-таки бочку мы подняли, отвезли в лабораторию. И там-то все и началось. А вот ящики. Ящики. Вот в них-то может быть что-нибудь, наверное. Но нет, правда, инструментов. Поэтому давайте еще поплаваем. Посмотрим, что здесь присутствует. Все заросло. По всей видимости, весь корабль тут зарос растительностью. Так, ух ты. Да тут целые машины, господа. Обратите внимание. Этот корабль перевозил явно не только вакцину. Но и автомобили, которые повыпадали. Щуки тут плавают какие-то. Повыпадали, к сожалению, друзья, и автомобили. Давайте попробуем найти, может быть, капитана корабля. Хотя, может быть, они эвакуировались все. Неизвестно. Но на самом деле, черепашка опять. На самом деле, очень огромный корабль. И искать здесь можно очень долго. Еще контейнеры с другой стороны. Тоже попадали с двух сторон. Понятное дело, он пока тонул. По всей видимости, переворачивался как-то. Не знаю. Но, как видите, с двух сторон находятся контейнеры. Ладно. Нам необходимо сейчас поискать. Нам нужно будет открывать, я так понимаю, даже контейнеры. В которые мы подплываем, да, непосредственно. И искать то, что нам необходимо. Он сказал, в виде дымовых шашек. То есть, как будто это какая-то дымовуха, которая попадает в легкие. И после этого нейтрализует этот вирус. Нам вообще желательно сначала проверить, друзья, те же открытые, да, контейнеры. Посмотреть, какие контейнеры открыты, которые развалились, которые упали с корабля. Посмотреть, что находится в них. Вот один мы с вами видели, другой тоже видели. Там какой-то металл был. В другом коробки, ящики. Желательно ящик, наверное, один из этих просто поднять. Ну и контейнер с автомобилями. Также, большинство контейнеров устояли на своих позициях. И поднимать каждый контейнер, ну, сами понимаете, у нас просто нет времени. Так я вижу снизу валяются какие-то ящики. Можно будет сейчас подплыть, посмотреть повнимательнее, что там. Сейчас осмотрим, друзья, все контейнеры, которые открыты. И я думаю, что найти что-нибудь можно будет здесь. Вот этот ящичек привлекает внимание, на самом деле. Я бы его посмотрел. Господи! Это что, мне сейчас показалось? Мне показалось или... Ого, это акула. Или нет? Так, я вижу труп. Я прекрасно видел труп сейчас. Так, я сейчас, пожалуй, спрячусь. Тихонечко. Давайте выглянем. Это... Ой, уйди! Уйди нахрен! Уйди от меня! Я... Так, назад, быстро! Черт! Она... Она жрет труп. Это кто? Капитан, что ли? Поплыла вместе с капитаном. Охренеть, акула настоящая. Огромная, блин, зараза такая. Утащила капитана корабля. Это ее домик был. А если бы у нее во рту ничего не было? Она бы... Блин, меня бы сожирала. Охренеть, какая здоровая. Все, уплыла. Посмотрите, с трупаком прям. Нашла чем поживиться. Нашла еды. Обалдеть. Так, внимание, здесь могут быть акулы. Нужно действовать быстрее. Нужно оглядываться. Внимательно. Потому что такие здоровые ребёхи здесь плавают, оказывается. Я сначала не поверил, увидел. Сразу показалось, что акула. Так, ладно, ящики. Нужно поднять хотя бы один. И посмотреть, что находится в них. Так, а где она жила? Давайте тоже заплывем. В домик какой-то... Ооо, а кто тут разворошился? Это она тут все разворошила? Так, смотрим внимательно. Если не ошибаюсь, то я вижу ящики и что-то похожее, друзья, на дымовые шашки. Есть вероятность, что Детарт говорил именно про это. Так, главное здесь не застрять. Ящички. Хотя бы один, я думаю, стоит забрать. Мы говорим, слушайте, хорошо ездить, а было. Реально классный домик она себе нашла, здесь акулка. Так, ладно. Я пока не буду голословить здесь. Говорить, что мы нашли, да, радоваться и так далее. Я просто сейчас подниму один ящик, на котором указано, что это вооружение. Но, по идее, это вооружение против вируса, как я понимаю. Ну что, друзья, ящик успешно закреплён. Можно отсюда выплывать. Надеюсь, без сюрпризов будет, а? Нет этой акулки здесь. Потому что она может вернуться. Я так понимаю, что это её дом. Блин, я застрял, по-моему. Это её дом. Не стоит забывать, что мы сейчас находимся в гостях. Как бы это ни звучало, хоть мы и находимся в контейнере. Так, вроде бы... Вроде бы нету. Страшновато. Так, Дед Арт, вижу твою лодку. Я всплываю потихонечку. Идём на всплытие. Взяли с собой. Достаточно будет. Сейчас посмотрим, что это такое. Убедимся. Главное сейчас всплыть. Огромнейшая глубина. Дед Арт, встречай меня. Я выплываю. Надо будет сейчас разобрать этот ящик. Открыть. Всё. Дружище. Достал. Нашёл корабль. Сейчас нам с тобой нужно посмотреть, что в ящике. Видишь? Какой притораканил огромный. Дед Арт, момент истины. Пожалуйста, вскрывай. Вот это вот чудо, которое я сейчас принёс. И посмотрим, что там находится. Смотри-ка. Те самые газовые гранаты. Кажется, это именно то, что нам нужно. Так, дай-ка мне одну. Слушай, ну по виду, по виду обычная дымовая шашка. Но я надеюсь, что это то, что нам нужно. Получается, что пора исследовать это. Я думаю, что можно будет проверить сразу на боссе. И если у нас, не дай бог, Дед Арт, всё получится, то сюда нужно будет отправлять военных. Пусть приезжают, забирают все эти ящики. Делают ещё больше. Да? Этих вот шашек таких же. И мы будем спасать весь мир. Погнали. Отправляемся к берегу. Так точно, товарищ капитан. Вперёд. Мы сделали всё, что могли на сегодняшний день. Поехали. Сейчас, друзья, наша задача это вернуться обратно в эту ужасную погоду. И проверить вот эти вот, друзья, самые гранатки. Которые сейчас мы чудом каким-то обнаружили. Посмотрим, на что они способны. Если сработает, то, можно сказать, всё получилось. Но явно, если бы, господа, не архивные документы, то хрен бы мы нашли вот это место. Потому что, посмотрите, вокруг просторы, море. Неизвестно, где это может быть вообще. Где оно могло находиться. Где эта точка была. Но, благодаря этим документам, мы всё обнаружили. Подплываем, господа, к причалу. Нужно будет тогда переодеться и устроить торжественный момент. Друзья, поскольку это может быть момент истины. Да, по спасению всего мира. Погнали. Быстро, забирайся, Дед Арт. Красиво, красиво сразу запрыгнул. Дед Арт, сможешь или нет? Или тебе помочь? Давай, запрыгивай. Я возьму ящик. Давай, бери ящик. Я пока что переоденусь. Ну что, Дед Арт, забрал? Погнали. Нас ждёт эксперимент. Следственный эксперимент. Посмотрим, на что повлияет. Блин, Дед Арт, ты лучше меня на самом деле, а? Вот это силёнок у Дед Арта осталось. Всё, садимся быстро. Отправляемся. Ехать недалеко, друзья. Я прям честно, я ему очень побыстрее хочу кинуть эту гранату. Посмотреть, что же произойдёт в данном случае. Дед Арт, ящичек береги только, пожалуйста. Ящичек, самое главное береги. Это самое ценное, что мы сейчас везём с тобой. Вот мы с тобой едем, да? Мы сейчас можем на любом, по идее, проверить это. Но я не хочу тратить вот эту вот гранатку на какого-то абсолютно незнакомого человека. Самое главное сначала своих вылечить. Да, кстати говоря, друзья, есть вероятность, что у этой вакцины был какой-то определённый срок годности. И после того, как мы сейчас её проверим, босс превратится в настоящего мутанта. Пожирающего всё вокруг. Такое тоже, может быть, не знаю, как это действует. Но шансов у нас больше вернуть всё на своих круги абсолютно нет никаких. Ребята, мы приехали. И мы кое-что вам привезли. Опа! Обратите внимание. Как вы думаете, что это такое? Посмотри, что у меня в руках. Это то, что мы подняли с глубины океана. Мы нашли этот корабль. И пришло время, господа, проверить эту вакцину на боссе. Чё за банка пепси? Это дымовая шашка. Попадая в лёгкие, нейтрализуется вирус. Нужно в срочном порядке усыпить босса и перевести его на второй этаж. Сделайте это. И, наконец-таки, приступим к операции, господа. Я чувствую себя даже, можно сказать, каким-то хирургом. Сейчас будет операция самая настоящая проводить. Хирургическая в какой-то степени. Да, хирургическая. Потому что будет в лёгкие сейчас загоняться всё это дело. Давайте, берите босса. Наручники тоже снимайте. Детарт, мы с тобой сделали долгий путь. Я надеюсь, что он не напрасный. У нас всё готово. Уверена, что всё готово к операции? Можно идти. Ну, пошли. Пошли, Софья. Блин, ответственный момент. На самом деле, столько... Прошло времени. Столько месяцев, друзья. Босик. Так, освободите, пожалуйста, палату. Освободите операционную. Дайте поработать хирургу. Итак. Босик, держись. Спит, как младенец. В последний раз, друзья, он точно так же засыпал здесь. А после его уже увезли. После он уже превратился, когда его отсюда увезли. Ничего, Босик. Надеюсь, у нас получится. Итак, друзья. Самый настоящий момент истины. До операции остаётся 3, 2, 1. Босик, мы в тебя верим. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok